Мы шли вдоль улицы Орловской по тротуару, в принципе, спокойно разговаривали о своем, направляли в сторону Сурганова, то есть Риги. По дороге нас обогнали два буса с затемненными окнами. Из одного из них вышел сотрудник, как я понял, это был Алмаз, но в тот момент я не обращал внимания на надписи, поэтому не уверен, что это были они. Он был с ружьем. Мы к нему обратились, спросили, насколько опасно идти дальше вперед. Он сказал, лучше идти назад. В принципе, мы собрались идти обратно, как вышли остальные из буса, и подошли к нам, начали требовать, чтобы мы разблокировали телефоны и показали видео и фото, которые у нас есть в галерее. Они попросили мою подругу, она отказывалась, после чего они уже собрались нас задерживать. В итоге разблокировали, показали, а там было, по-моему, видео у нее на телефоне с акцией предыдущего дня. Ну и нас забрали, завели в автобус, в бусик, точнее, заметили у меня белую ленточку на руке. По-моему, после этого первый удар был. Проезжали Ригу, а то я увидел в окно. В бус, в котором мы ехали, попала белая краска. Это сразу заметили сотрудники. И очень сильно разозлились. Сразу сотрудник с ружьем попросил открыть форточку, чтобы пострелять. Я не помню, стрелял он в форточку тогда или нет. Попросили лечь на землю, я лег. Сначала руки за голову, потом за спиной, за спиной затянули затяжку. Затяжку затянули так, что я, чувствуя, не полностью сам приподнялся вместе с затяжкой. Периодически на меня наступали. Немножко били, заметили, когда я лежал на мне в бело-красно-белой ремень. Его вроде бы разрезали. Натянули трусы и так натянули, что они порвались просто. Меня завели в автозак, в котором лежал один человек на тот момент. Меня положили рядом с ним, по пути немножко били дубинками. И в самом автозаке тоже. Потом меня пролежало, может быть, даже меньше минуты, буквально немножко. Потом меня оттуда вывели, тоже били. Взяли бутылку с белой краской, вылили мне на голову. У меня до сих пор тут краска осталась еще. Взяли меня за голову, за волосы и выделили моей головой краску на бусе. После чего отправили в другой автозак соседний, в котором было уже достаточно много людей. Люди там лежали просто плашмя друг на друге. Так получилось, что я лежал там снизу. Меня еще кем-то закрыли. Лучше было снизу лежать или сверху, я не знаю, потому что сверху били дубинками, а снизу просто нечем дышать. Мне говорили про какого-то напарника, вместе с которым я якобы кидал краску. Я краску не кидал и к ней отношения не имел. Видимо, меня с кем-то перепутал. Было еще как минимум две пересадки. На пересадках много били. Меня сотрудники ОМОНа узнавали по белой краске на волосах. Это было как метка, что надо с этим человеком обходиться пожестче. И не сами открыто говорили, вот его пометили. Один сотрудник сказал, вот сейчас его не бейте, пусть ползет. Ну и я полз на коленях, путь от автозака к бусу. Под конец все-таки меня снова побили немножко. Дальше в автобусе относительно спокойно. Там кому-то стало плохо, вроде бы не дышал, попросили помощи медицинской. Что там было, оказали помощь, не оказали, вывели, не вывели, я не видел, не знаю. В автозаке у нас у всех забрали телефоны на окрестины. Нас всех выгоняли из автобуса, остановили на колени и голова к земле возле забора. Вот там больше всего били. Там очень часто обращали внимание на то, что на мне краска. Это для них был повод меня лишний раз побить. Били в основном по ногам и по спине. И очень много по попе. Иногда прилетало ногами, вроде бы кулаком тоже. Но в основном дубинками это все было. Когда мы приехали, нам сказали, что там сидели люди, которых задержали 9-го, не 11-го. Мне говорили, что два предыдущего дня их не кормили совсем. Вот как мы заехали, с утра нам дали завтрак. И на следующий день тоже завтрак. То есть вот на завтраках жили. Мы выводили в коридор по несколько человек. В ряд с каждым общался отдельный человек. И там буквально пару вопросов. То есть вымель, имя, отчество, дата рождения, место, время, где задержали. И по-моему это все, что мне спросили на протоколе. То есть я видел шапку протокола. И она... Я даже не успел посмотреть полностью ли заполнена. Но там запомнили где и что. Сам протокол остался пустым. То есть все, что ниже шапки. Субтитры сделал DimaTorzok